Здарова, родной! Сегодня я нахожусь на проекте Мой Дом и сразу же перед началом ролика хочу напомнить, что есть мой промокод RUJI, вводи его и получай за 10 отыгранных часов 7 дней премиума и 100 тысяч игровой валюты. Ну а в данном ролике я собираюсь покупать X5 в G05 кузове. У меня он раньше был, естественно, 4 года назад, когда я здесь на проекте был, до RANJA он у меня был в салатовом цвете. По-моему, салатовый цвет, но он пару цветов, по-моему, поменял, кроме салатового еще какие-то были, темно-синий, еще какой-то, но уже, если честно, не помню, розового, по-моему, он не застал, это застал только Range Rover SWR. А я уже к деревушке подъехал, к автосалону, соответственно, тоже, бабосики я снял, то есть я сейчас возьму его с салона, на бушке, естественно, брать не буду, да, можно было с бушки его взять, уже готовый, фуловый, но это неинтересно и ролик из этого ты не сделаешь. Вон, кстати, собрат стоит на белом Range Rover, и сюда вот паркуемся, что у него за номерочки, кстати, KM что-то там, но 006. Ладно, окей, все, двигаемся, получается, в автосалон, такс, и сколько он стоит, я, кстати, не помню, но по-любому дешевле, чем Range Rover, если, как бы, у меня он раньше был. Сейчас я его пока найду, а я его уже, наверное, практически нашел, да, вот он, а, это, нет, G07, это X5, X7 точнее, значит, он подешевле будет, значит, еще повыше. Вот он, 3 миллиона стоит, 3 миллиона, это ли не сказка вообще, поэтому берем, наверное, какой, какой, давай синий цвет, салон пока что будет, я не знаю, давай красный, почему бы, тоже нет, прикольно выглядит, но потом по себя уже переделаем. Купить, вы не можете иметь больше 2 единицы транспортных средств, понял, сейчас решим, значит, как бы все, все, я эту проблему со слотами решил и беру, нажимаю, купить. Уверен ли я, что хочу ее купить? Конечно же, уверен, транспорт, забираем на парковке, вот он, вот он стоит, это что за шашлык, это что за суета, я понять не могу. Держим путь, получается, в тюнинг, и еще посмотрим, что из этого получится, ну, у него рулежка, конечно, такая, тугая, но, если честно, я не помню, какая у него до этого была. И что-то у него, как будто задняя оптика какая-то странная, передняя вроде норм, опа, 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 не, нормально вроде себя ведет, рулежка такая, компенсируется, наверное, тем, что, ну, как бы обусловлено даже тем, что у него ценовая категория небольшая. Так, ну, в принципе, до тюнинга практически доехал, опа, 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 это что за суета, меня аж перевернуло, ой, это что, это что, раска самбус, и маска самбус, там менты стояли что-то. Короче, заезжаем, и смотрим, какой, в принципе, тюнинг на него существует. Спойлер, спойлер, M Performance, естественно, берем, он еще и тюнинг дешманский, 5700 стоит, спойлер задний. Сплиттер M Performance и сплиттер Bannhard, Bannhard, он какой-то более угловатый, что ли, вот за счет этого, то есть, более квадратная морда у него какая-то становится, ну, как будто бы, хер знает, если честно, если чуть позанить подвесочку, ну, давай пока Bannhard, 21кс, ошалеть. Сзади у нас, что, сзади диффузор и Bannhard, но у Bannhard, получается, есть стоп-сигнал в бампере, как на, типа, гоночных тачек. Поэтому тоже ставим Bannhard, боковая юбка, ну, здесь, как бы, только Bannhard и существует, но он, как бы, и сочетаться будет с передом и задом. Выхлопная система, а-ля Акропович, в принципе, ну, по сравнению со стоком, да, и будет с задним диффузором смотреться. Капот, Bannhard, ну, как будто бы, это лишнее, понял? Фиг знает, на XE5, как будто бы, не смотрит, хотя с этого ракурса более-менее. Ну, а если, допустим, вот так, как будто бы, тоже нормально смотрится. Поэтому давай в стоке оставляем двигатель, естественно. Последний ставим. Сейчас я его тупо зафулим. Подвеска, нет, тормозная система, значит, фуловая. Коробка передач гоночная ставим. А гудок грузовика полицейский, естественно. Подвесочка, вот, ставлю, наверное, спортивная. И Bannhard меня разворачивает. Мне, естественно, за счет этого нравится спортивная подвеска. Далее, турбо. Турбо, естественно, ставим. Далее, ксенон. Естественно, будет. Но, правда, его красить мы не будем. Такс, колеса. А так, настроить стоковые можно или нет? Отделка. Отделка так. А что, карты только меняются. Вот так, как будто бы, более сочетаемое в стоке. Дверной динамик. Далее. Такс, дверной динамик. Я, как будто бы, разницы не вижу пока что. Но здесь у нас, получается, пластик меняется. И карбон, как будто бы, смотрится более прикольно. Вот, первое, по умолчанию, это как будто бы, я не знаю, какие-то большие волокна, что ли. Поэтому давай карбон ставим. А сиденья. Во, сиденья меняются. А какие бы сиденья поставить? Давай, наверное, Bannhard поставим. И отделочку, я даже знаю, какую сделать. Более такую. Я люблю, вот у меня на провинции рыжий цвет. Рыжий. На семерке бэхи, на G82. Четверке бэхи, получается. И так далее. Поэтому можно, в принципе, и так сделать. Такс. По рулю Bannhard выглядит, в принципе, так. И руль Эмошный, получается, с алькантарой, так понимаю. Не алькантарой, а, ну, я забыл, как она, кстати, называется. Возможно, даже, да, алькантары как раз-таки есть. Как будто бы... Фиг его знает, слушай. А что у нас еще есть? У нас на M Performance есть сверху индикация. А на Bannhard нет. Сзади, ну, как бы, лепестки так и так есть. Давай, как будто бы Bannhard, что ли. Ну, да, давай Bannhard пока поставим. Наклейки. Это что за наклейки? Такс, от диффузора, получается. Или как там? В крыле, короче, идет. Ага, Bannhard винил. Я теперь понял, в принципе, что за Bannhard. Нет, но как будто бы он на нем не смотрится. И как будто бы M Performance винил тоже не смотрится. Поэтому давай без этого пока что будет. Далее посмотрим. Не он точно нет. Тонировка. Тонировку потом. После того, как мы покрасим, получается, салон. Дрифт, естественно, нет. Далее будем, получается, подвеску устанавливать. Полностью, естественно. Это мы все приобретаем. Установлено делаем. Вот это тоже установлено делаем. Далее цвет компонентов. Цвет транспорта. Какой бы сделать? Наверное, темно-синий, как это обычно я делаю. Но, опять же, нужно подобрать такой темно-синий, чтобы он смотрелся нормально. И, опять же, подобрать второй цвет, чтобы он переливался нормально. Поэтому, наверное, давай я сбегу в Google, посмотрю, какие там цвета, в принципе, G05 бывают симпатичных. В принципе, в принципе, я посмотрел цвета. Да, опять же, у меня вишек с 5 как бы немного грязный, поэтому он металл какой-то можно сделать. Но он больше как маты выглядит, как будто сатин, что ли, какой-то хрон. Точно нет, обычный и металлик. Давай металлик сделаем. Какие-то бывают светло-голубые. Как будто бы спереди норм смотрится, сзади не очень особо. А бывают белые, серые, темно-серые. Вот такие бывают. Вот какие-то вот такие. Слушай, хер его знает, слушай, надо что-то смотреть, короче, подбирать. Давай в глубокий такой синий уйдем. Здесь посмотрим, какие-то набывают. Но это, наверное, уже вне как бы кадра я посмотрю. Короче, пока что я остановлюсь, наверное, на этом цвете, синим. И цвет, в принципе, кожи можешь взять отсюда. У меня, да, рыжий такой. Можно сделать его потемнее, но там уже под себя подрегулировать. Вот, я даже вот такую оставлю лучше. Вот, переходим назад. Цвет оттенка. Вот теперь здесь синий цвет нужно искать какой-нибудь, чтобы он сочетался нормально. Короче, остановился пока что на обычном синем. Посмотрим, что дальше будет. Цвет колес, в принципе, какой-то графитовый даже можно сделать. Но, да нет, наверное, я даже в стоке оставлю. В принципе, норм. А цвет дыма покрышек нет. Ксенона тоже нет. И неон тоже трогаетесь. Естественно, не буду. Параметры колес. Сток, сток. Регулируются хотя бы, нет? Нет, ширина колеи. О, регулируется. Слушай, задние. Слушай, а задние как будто бы норм до этого, да, стояли? Так, давай заходим заново. 0,82 было. Нет, давай даже так оставим, что бы и нет. Но как будто бы передняя колея чуть-чуть внутри. Не знаю, может быть в реальности точно так же, как бы это и есть. Так, с тонировку я-то забыл поставить. Переходим обратно сюда, потому что с салоном мы уже поколдовали. И, естественно, фуловую тонировочку делаем. Да, в принципе, нормально. Она и так, и так будет просвечиваться. Поэтому выходим. Вая, это чё за... Опа. Мопедист. Велисопедист. Слушай, а на улице-то он смотрит. Смотри, как шикарно. Слушай, давай я до мойки сгоняю. И дам посмотрим, как он будет выглядеть. А вот и всё. Ура. Сказанбус. Сказанбус. Короче, я помылся. Выехал. Вая. Это чё за цвет? Ты только на это посмотри. Это чё за суета? А, это у меня самая приближённая камера сейчас была, да? Уф. Уф, блядь. Ну, сзади как-то он не особо смотрится, слушай. Но спереди это просто шик. Особенно вот этот диффузор передний. Или как он там? Сплиттер. Более квадратную морду как будто ближе к низу делает. Задний стоп-сигнал работает в бампере. Вая. Это как он качается. Ты просто посмотри, когда Бернал идёт. Ой, блядь. Какой он ещё шустрый стал. Единственное, что вот я запорол, да? То, что я его в стоке, в стоке не замерил, как он едет. Сейчас, я думаю, до новой Рублёвки доедем. Там посмотрим, как он себя ведёт. Как он себя едет. И потом ДТшки поставим. Я чё-то посмотрел у кого-то там, как это всё делается. Я надеюсь, это всё правильно, естественно, сделаю. Ибо я уже забыл, чё, где, как. Ну, как бы регулируется и настраивается. Давай, кстати, ещё посмотрим по салончику у нас чё. Так, спидометр работает, тахометр работает. Ну, то есть, обороты вот это всё показывает. Единственное, что аварийки я включил, это не отображается. Ну, наверное, ну, здесь это либо в целом в GTA V нереализуемо. Так, далее, чё у нас? Ну, блядь. Детализация, это просто шик, если честно, шик. Ты просто посмотри на качество вот этих всех материалов. Ну, саму модельку, да? Качество вот этих, опять же, повторюсь, текстур. Вот этот контур. Вааа. Ты просто смотри, как будто я в реальной жизни смотрю сейчас на вот этот ворс, понял? Вот это вообще бомба. Строчка, не строчка, вот эти все кнопочки. Детализация, понял, да? Так, ещё же можно вроде как что-то, короче, я уже не помню. Можно пооткрывать вот эти все элементы. Во, сейчас, наверное, оттуда кузов. Открыть капот, багажник. Э, нет, я вылезу, пожалуй, оттуда. Ну, кстати, вон вместительный, видишь, я залез туда. Единственное, что вот снизу, получается, что-то он не сильно открывается. Так, далее. Вот это всё, все двери мы открыли. Короче, по выхлопу. Смотри, он какой втопленный, вдавленный. Ты угораешь? Он же так может пластик попортить от выхлопа, от нагрева, от этого всего. Как будто бы, я не знаю, может, в реальности он так же и как бы втопленный, или как это сказать? Короче, под бампером внутрь утопленный. Как будто бы он должен хотя бы вровень быть с этим вот карбоном, вот этим вот диффузором и так далее. Далее, вот косяк, получается, у нас с нижней дверцей багажника. То есть, ну, как бы она должна полностью открываться, по крайней мере, горизонтально. Детализация, моё почтение. Вон аптечка, не аптечка, кнопочки. Ну, как бы, фиг не забили и сделали, да, и моё почтение на этом. Кстати, заднюю оптику, наверное, я потом посмотрю, что в ней не так, сравню. Ибо что-то в ней не так, но так с первого взгляда, без сравнения, я не скажу, естественно. Детализация, естественно, есть перфорация, не перфорация. Так, ну, назад я, естественно, сесть не смогу, потому что это GTA 5, опять же. Мониторчики, не мониторчики, спереди у нас что, подсветочка, естественно, тоже есть. Так, а что у нас за, кстати, я не вижу просто, что-то, что у нас за музыкальная система. Я не вижу, мне дверь вот этой вот мешает, падла, закройся. Нет, я всё-таки сказать не смогу, давай я даже худ скрою. Потому что я не вижу просто оттуда. Бурмистер точно нет, потому что там название какое-то длинное. А так, в целом, кнопочки, строчечка, всё есть. Вот эта вся перфорация, все вот эти дырочки музыкальной системы, как бы весь ворс, всё отлично. Вот, опять же, сидушки, посмотри. Моё почтение. Далее, далее. Что у нас тут? Ну, здесь, в принципе, одно и то же, наверное. В принципе, да. Далее. Подкапотка. Слушай, довольно-таки детализированная, за исключением вот этой вот наклеечки, которая красно-треугольная есть. И номера, ну, это моя графика, наверное, какая-то. Ну, хотя я максималку выставил. Подкапотка более-менее нормально, адекватно. Здесь ничего так, прям, сильно детализированного ничего не нужно, ибо подкапотку мало кто смотрит. Но более приятно, когда у модельки всё проработано и красиво сделано. Здесь, в принципе, детализация, ну, по пятибалльной шкале, можно, наверное, даже сказать 4 с плюсиком. Амортики вот эти все и так далее. Ну, а теперь давай переместимся. Получается, на трассу прямую. И там затестим разгон. Ну, разгон, естественно, я не скажу, какой у него, да. Потому что, как засекать. Слушай, ещё какой момент, смотри. Я подъехал. Выхлоп, выхлоп походу с заменённой слушай. И как он заводится, слушай. Как будто бы заменённый слушай. Не знаю, конечно, это в натуре так или нет, но звучит прикольно. На иксе по-любому прикольно звучит. Надо, главное, не забыть его ещё припарковать. Это что за бык же есть? Короче, всё. В принципе, я напрямую приехал. Приехал. Сейчас я покажу её, в принципе. Вот такая прямая до кольца идёт, до Арзамаса. Я почему-то по кругу поехал. Хотя можно было здесь проехать. Но это я, в принципе, придурок. Это не суть. Сейчас речь о другом. Короче, оптику я загуглил. Посмотрел, там более-менее похожая есть. Но она чуть-чуть другая, как будто бы здесь. Понял, я даже сейчас как показать, я не знаю. Давай выйду из автомобиля. И вот сюда, получается, от первого лица сделаю. Вот спереди, я сейчас, я не знаю, может быть, приближу. Короче, оптика, вот где белая часть серая идёт. Она какая-то пиксельная. И то ли диоды, то ли что, я не знаю, то ли со стеклом проблемы. То ли, я не знаю, может быть, она такая и задумывалась, тачка. Но что-то не так, короче, в этом. Может быть, моделист, моделлер, да, как бы так и хотел это сделать. И так и реализовал. Но в реальной жизни, как бы, немного задняя оптика по-другому и выглядит. Я, в принципе, фотки, наверное, уже приложил. Либо прикладываю на данный момент. У вас на экране уже её видно. В принципе, про оптику поговорили. В тачку я сел, закрыл, пристегнулся. Встановимся вот сюда, получается. Ближе, получается, к перекрёстку сдаём. И вот с места в стоке. В стоке. Сапсать, ёпта. Короче, ладно, всё, с места стартуем. Всё, тапочка в пол, пошёл. И чисто в область Арзамаса. Тупо вот в ту сторону тулим. Сколько у нас максималочка будет, сейчас посмотрим. В ГТ-5 она, естественно, может скакать, разница на разных участках дороги. 360, как будто бы, видел. 370. 380. 380. Это, блядь, максималку я сейчас видел. Так, ДТ-шки, сейчас бы понять ещё, как они делаются. Так, ага, меню транспорта. Далее, настройка параметров. Ага, вот это я, конечно, всё понял, да. Да-да. Сейчас, короче, буду разбираться, значит. В общем-то, я разобрался, там нужно оставлять вторую и предпоследнюю, нетронутой. Здесь, получается, опять в обратную сторону сейчас дуванём. И там уже, опять же, в обратную сторону, то есть в Арзамас, и со стороны Арзамаса на выезде, ну, как бы, уже на ДТ-шках мы стартанём. Сейчас максималочка, максималочка, ну, пока посмотрим, до конца сколько вытянет. Как будто бы меньше, да? Да-да-да, меньше пока что. В ту сторону побыстрее было. 370, а в ту сторону было 380, как будто бы. Так, жопа у нас теперь битая, но, как бы, не сильно. Поэтому здесь вот становимся, открываем, получается, меню TS, параметры, вот это вот. Первые, третий, четвёртый, как бы, и так. И, получается, у нас шестой. Параметры вот так вот прибавляем. Хорошо, обратно сюда становимся. Как будто бы уже речи, но это как будто бы самовнушение. Ладно, и с места стартуем, естественно, опять. Такс. Как будто бы... Блядь, как он набирает? Как он набирает? Ты шо, лысый? Угораешь? Набрал он, конечно, жёстко. 400? 420? 440? 440? Ты шо, лысый? Угораешь? Ебать! Это чё за емба? Ёб твою! Я сколько потратил в салоне? Сколько? 3,5, по-моему, стоит? Плюс тюнинг. Ну, меньше двух, наверное, на тюнинг ушло. 1,2, по-моему, даже. Ты шо, лысый? Угораешь? Ты шо, угораешь? Это... Ёб твою! Вот сейчас место опять в ту сторону, но здесь он, получается, на 10 километров меньше показывает. Опа! Кто-то полетел? Даниэль? Или кто? Ну, здесь... Да. Спасибо, папаша. Короче, я думаю, здесь, в принципе, всё понятно. Я, ебай, я такие цифры вообще не ожидал увидеть. Ну, максимум 305, может быть. Ну, 405, точнее. 415. Ну, прям край, наверное, потолок. А здесь вот такие цифры. Я просто в шоке. Я ошаряшин, родной. Я ошаряшин. Нифига он дал, слышали, да? Ну, это классик. Как бы, наверное, номерочки надо будет подыскать, но цены, наверное, просто конь. Даже вот как у меня там воры 044 или 404, 404 на СВРе стоят на 78, то есть на питерском регионе. И, ну, стоить они, наверное, прилично будут. Поэтому посмотрим, поживём, увидим, как говорится. А на этом, родной, всё. Спасибо за твой просмотр. Ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал. Я был на проекте Мой Дом. Все ссылочки на проект я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Водимый промокод Руджи и получай 100 тысяч игровой валюты и 7 дней премиума за отыгранных 10 часов. А на этом как-то так. Тебе удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok